Ну, начнем с того, что коллектором может выступать только юридическое лицо, для которого эта деятельность является основной. Коллекторское агентство должно быть включено в специальный госреестр. Что же они могут сделать по закону? Ну, допустимые методы взаимодействия с должником включают в себя непосредственное взаимодействие. Это личные встречи, это звонки по телефону, но все это, естественно, в рамках закона. Также коллекторы могут отправлять текстовые или голосовые сообщения, передаваемые посредством различных видов связи, в том числе почтовые уведомления. В отношении должников коллекторы не имеют права применять угрозы здоровью или имуществу, порчу имущества. Применение методов и средств, которые могут быть опасны для граждан в целом. Унижение чести и достоинства человека любыми способами, психологическое воздействие. В наше время это достаточно часто происходит. Также введение в заблуждение должника относительно природы деятельности коллекторов и их правового статуса тоже. Таким образом, беседы по телефону законодательством разрешены, это надо понимать. Однако применять их коллектор может строго ограничено, так как законодатель защищает права все-таки должника при взаимодействии с кредитором и службами взыскания. Все это прописано в Федеральном законе номер 230 о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Продолжение следует...